Здравствуйте дорогие зрители! Сегодня будем готовить кокосовое печенье. Какие ингредиенты нам нужны для сегодняшнего рецепта? Кокосовая стружка, разрыхлитель, ванилин, кукурузный крахмал, яйца, сахар, сок и цедра лимона. Как всегда точное количество ингредиентов вы можете найти в описании под этим видео. Рецепт очень простой, готовится очень быстро и для этого даже миксер не нужен. В миске соединяем яйца с сахаром, добавляем немножко ванилина, сюда же я добавлю сок и цедру лимона. Это все вместе взобью до легкой пышной пены. Яйца с сахаром взбила до такого состояния. Вместо белого сахара вы можете взять коричневый сахар или взять пополам половину белого, половину коричневого сахара или же вообще взять только белый сахар. Я сюда добавила половину белого сахара и половину порции коричневого сахара. Теперь сюда добавляю кукурузный крахмал, добавлю пол чайной ложки разрыхлителя, хорошо смешаю это все и добавляю кокосовую стружку. И смешаю ложкой. Получается вот такое. Тесто липкое немножко. Из этого теста нужно скатать шарики. Я хочу близко показать текстуру теста. Оно такое рассыпчатое, но при сжатии хорошо сохраняет форму. Теперь скатаем шарики приблизительно с грецкий орех. Вот так слегка сжимаем тесто и оно хорошо сохраняет форму. Получается вот такой шарик. Из такого количества ингредиентов у меня получилось 16 заготовок. Поставлю в заранее разогретую духовку. Температура духовки 180 градусов. Нам понадобится приблизительно 20-25 минут. Я печенье оставлю в духовке до румяного цвета. Прошло 20 минут. Вот так выглядят печенья. Они очень хорошо пропеклись. Дам остыть и потом попробуем. Продолжение следует... Вот такая красота у меня получилась. Я печенье некоторые из них обваляла в шоколаде. Потом сверху посыпала кокосовой стружкой. Некоторые из них посыпала просто сахарной пудрой. Можете взять белый шоколад, темный шоколад, горький шоколад. Какой желаете. Можно сверху посыпать орехами. И будет очень интересный вкус у печенюшек. Один я отломаю. Вот такое оно внутри. Очень рассыпчатое, очень ароматное. Обязательно понравится тем людям, которые любят кокос. Если вы будете делать с горьким шоколадом, то вкус напоминает батончик баунти. Печенье очень вкусное, внутри влажное. Таким был мой сегодняшний рецепт. Печенье готовится очень быстро, готовится очень просто, из доступных ингредиентов. Попробуйте. Думаю, вам понравится. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Это будет ваш вклад в развитие моего канала. А я, как всегда, желаю вам удачного дня, отличного настроения и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok